Всем привет! И поздравляю девушек с 8 марта! Здорово, отличный праздник! И девушек, и мам, и бабушек, в общем, женский день. Всё прикольно. Здорово, поздравляем! Но у меня обращение для парней. Парни, держитесь, крепитесь, это важный день. И никогда не совершайте такую ошибку, которую совершил я на заре своей юности. Мы как-то в компании друзей повелись на уговоры девчонок. Они говорили, что, ребята, ну давайте сегодня женский день, посмотрим классные фильмы, интересные, очень здорово, скинув честь женского дня. Да, и мы повелись, и мы посмотрели «Сумерки». И после этого мне снятся очень странные сны на протяжении многих лет. Так что, парни, никогда, ни при каких условиях не смотрите «Сумерки». И сейчас я покажу, почему. Эдвард, это я, Белла. Иди сюда, нам нужно серьёзно поговорить. Эдвард, 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 мне надоело быть вампиром. Я теперь ненавижу всех вампиров, так же, как раньше ненавидела всех людей. И мне надоело, когда быть людём, я стала вампиром. Теперь мне надоело быть вампиром. И я не хочу быть вампиром, потому что я ненавижу всех вампиров. Вот. Вот. А ещё, Эдвард, меня бесит. Ты стал какой-то очень странный. Ты надеваешь эту латексную одежду и пугаешь всех вокруг. Раньше ты просто пугал всех вокруг, потому что был вампиром, а теперь ты очень странный вампир, а? Белла, 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 подожди, подожди, сейчас я тебе всё объясню. Понимаешь, просто, просто тебе совсем немного лет относительно, как бы, моего возраста, и ты не понимаешь, что за эти годы люди, ну, как бы, не успевают присытиться к жизни. Мне же просто всё надоело, и я захотел чего-то нового. Латексный костюм, это что-то новое, это, это что-то новое. Понимаешь, понимаешь, у каждого есть своя цель в жизни, у каждого есть своё хобби, и у каждого есть своё призвание. Поэтому, Белла, делай, что хочешь, я, 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 я бы и не сниму больше латексный костюм никогда, извини. Извини, я пошёл, там у меня какой-то сигнал, и я пойду искать донатор, и всё такое. Чёрт побери, жизнь боль. Белла боль, есть боль, и будет боль. Нееет, у меня всё такая же хорошая актёрская игра. Джейкоб, привет. Привет, Белла. Ты знаешь, у меня у тебя будет очень странная просьба, не могу ты меня немножечко укусить. Укусить, я просто, мне надоело быть вампиром, и я хочу стать оборотнем теперь. У-у-у, оборотнем. Как классно. Да, понимаешь, Белла, это немного сложный процесс. Приходят тысячелетия, эволюция, и, в общем, это, там, гены. Ну, недолго тебе объяснять, поэтому, поэтому, нет, просто не получится. Ну, подожди, ну, подожди, ну, подожди, получилось же с вампирами. И почему не получится с вампирами? Ну, Белла, я не знаю, почему получилось с вампирами, я до сих пор думаю, что ты просто грим наносишь и пластиковые клыки у тебя. Я не понимаю, как это могло так случиться. Так невозможно, чисто даже как бы по природе так не получается. Ну, ладно, ну, давай попробуем, ну, попробуем, ну, просто кусни, кусни меня немножечко. На, вот, руку мою кусни. Что ты делаешь? Что ты? Ну, не хочешь руку на ногу мою, ну, кусни ногу, ну, кусни... Да что ты, кое-то, что ты, безумная женщина, не буду я тебя кусать. Достаточно мне плюнуть в тебя, и тогда, может быть, что-то получится. Давай. Что-то, что-то это не помогает. Ты не мог бы меня плюнуть только в своем зверином облике. Да не вопрос. Ту на тебя. Надоело. Веселое превращение из Унылого вампира в классного оборотня. Возможно, я, правда, буду ненавидеть оборотней через пару лет, но да ладно. Классно. Нет, подождите, подождите, со мной что-то происходит. Вау, я стала такой классной, я стала такой классной, вау, 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 правда, я стала классной? Скажи, скажи, правда, я стала прекрасной? Эээ, ну, как бы тебе сказать, знаешь, ядерный взрыв, последствия ядерного, да ладно, мне на самом деле все равно, я вообще собака, норм, сойдешь. Ну, пойдем, 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 я там где-то белку закопал, она, наверное, уже готова, пошли, пошли посмотрим. Ух ты, классная собачья жизнь, ура! Так и закончилась история Беллы в собачьем приюте, но не история Эдварда, который недолго переживал по потере Беллы и нашел себе друзей по переписке из клуба анонимных бэтменоголиков. Стали они жить, поживать и людей вокруг пугать. Ну, это все. И пойдем, 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 поищем детонатер, пойдем, поищем детонатер, пойдем, 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 поищем детонатер. Блям, 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 блям. Мы вернулись из этого наркоманского сцена, кошмара, вызванного интоксикацией фильмом «Сумерки». И теперь, когда мы прогнали всех девушек от экранов, которые любят «Сумерки», и они, наверное, уже отписались от канала. Ну, знаете, у некоторых девушек очень с чувством юмора не просто все, поэтому че-что скажи там про Монстер Хай, Барби или что-то, и что сразу... Ну, вы понимаете, что происходит. Так вот, мы и прогнали девушек от канала, и можем поговорить про подарки для них. Точнее, даже не про подарки, а про сувениры. 100-200 рублей не больше потратить для того, чтобы сделать девушке какой-нибудь приятный. Раз вы смотрите мой канал, я буду рассказывать про различные игрушечки-фентифлюшечки. И, как бы, здесь я про цветы и конфеты, наверное, рассказывать не буду. Так, самое лучшее, по моему мнению, что может быть за 100-200 рублей для девушек, прикольное, забавное. И, как бы, еще одна отмазочка есть, сейчас я вам скажу, какая. Это пакетики. Пакетики стоят 100-200 рублей. Сейчас будем по очереди смотреть на них. И главное, что это вроде девчачьи пакетики. Можно подарить сестренке, можно маме даже подарить девушке своей. Можно, я не знаю, учительнице подарить. Или, например, коллеге по работе. Все они будут приятно удивлены. Или, может быть, вызовут милицию. Обычно такие пакетики всякие висят где-то или лежат на кассе. Я посмотрел, какие берут для девочек пакетики. И вот взял несколько. Йохо Фрэнс. 26 зверьков. Собирай, обменивай, играй. Это похоже на лозунг какой-нибудь биржи. Знаете, там, собирай, обменивай, копи, обменивай, играй на курсе валют. Компания Симба, которая все время разная. И здесь какие-то зверки. Ну, давайте посмотрим и рвем. Тут есть рватель. И мы его рвем по рвателю. О, как звучит. Что из нас здесь? У нас здесь... Что это? О, боже ж ты мой. Это мартышка. Неужели у нас будет там такая вот... Три сердца. Три сердца заработала эта мартышка из России. Полсамец, капуцин. Руди маленький, но очень умный. Маленький, но очень умный. Как будто это как бы так... Ну, что-то зависит. Что здесь? Здесь наверняка вкладыши показано. Кто здесь есть еще? И... Ну, ну... У-у-у, Рути. Ну, слава богу, что вот здесь он выглядит, пожалуй, лучше, чем на картинке. Он такой на ощупь мягенький, приятненький, немножечко такой, как будто плесенью покрытый. Но не плесень, ладно, ладно, шерстью покрытой, со смешными глазами. И, в общем, кью-ху, и друзья. Можно. Дальше, следующий пакет. Дальше какие-то лошади Не знаю, тоже наверняка популярная Тема, что-то в Филе И это какая-то тема Лошадь на метле Летит со звездой В короне, ой, господи Тут замок, лошади-ведьмы Ой-ой-ой В общем, это Наверняка какая-то популярная штука Для девочек, не знаю, что это Наверняка, что внутри Лошадь убежала сразу, ой, я тут вижу ее Вы пока не видите Ага, а что, тоже Симба у нас производит? Нет, смотрите Посмотрите, кстати, закупаются где-то Они, по-моему, на одной этой, как его называется Базе Сейчас найду, ну, куда дел Карточки, один в один прямо сделаны Вот если повернуть Вообще, один формат Однако это Симба, а это какой-то Драко Вот, так что здесь у нас Ка... Кая, или Кауа Кауа, Кая, Фили Вич Огромный просто плакат С всеми, наверное, этими лошадьми Ну, это тоже, типа, My Little Pony, я так понимаю Ну, только Еще тут есть, смотрите, на компьютер Это, о, боже Ну, смотрите, сама бумажка, наверное, дороже, чем лошадь стоит И Прискакала Сиреневая лошадь Она тоже, она тоже слегка вот Покрытая народной какой-то субстанцией Такой вот, значит, ну, нет Что-то типа такой Ворсинки какие-то, такие мягенькие Ой В общем, вот такая вот сиреневая лошадь С короной Мантия Она ведьма или фея Нет, она не фея Лошадь-фея Лошадь-фея-вельма Вот бы было бы неплохо У нее вот, видите, здесь И что-то локон выбился один какой-то Либо что-то на волосы жвачка, по-моему, прилипла И она не смогла голову в морозилку засунуть Чтобы отлепить Так, и что? Сиреневая лошадь Ну, как бы, я не знаю Любят ли девочки, которые любят My Little Pony Вот эту вот историю с лошадками-ведьмами Ну, она милая, прикольная, выглядит неплохо Как бы, тоже забавная Странная очень история, лошадь-ведьма Но внешний вид решает здесь все Дальше, ладно, эти бумажки уберем Дальше идет очередное помешательство Это... Короче, Little Pet Shop Как бы такая новая тема Я не знаю, мне кажется, и мальчики, и девочки Многие интересуются этими штуками Это головастики, животные Про них вообще целый отдельный, наверное, обзор можно сделать Потому что очень популярная история Это вся И, да, много-много-много различных там зверушек Всяких аксессуаров к ним от Hasbro Делают неплохо Говорят, что делают неплохо Выглядит все это миленько И это вообще у нас первая серия Вот такой пакетик Что внутри? А как открыть? А здесь нужны ножницы Ну что ж, по крайней мере, я не вижу здесь нигде Надрывателя Вот, смешное название придумал Вот, но у нас есть надрезатель И мы спокойно... Да что ж такое, я промахнулся, представляете? О, бывает И мы сейчас откроем вот так вот Ладно Достанем всю макулатуру И посмотрим, что в ней Вау Что у нас здесь? Послание президента? Нет, это предупреждение об опасности этой игрушки Ну, не конкретно этой игрушки Просто, что не надо, наверное, маленьким детям Хотя, знаете, часто никто не читает эти предупреждения Может быть, здесь что-то важное Только вы убили и распаковали эту игрушку Начался захват мира именно с вашей квартиры Не знаю А это... А это маленький, по сравнению с этой бумажечкой Такой буклетик Здесь вот нарисованы все зверушки из этой серии И вываливаем теперь содержимое И вот, как это мило Посмотрите Это что-то отсюда выполнят Это... Это... Это маленький броненосец Я так понимаю Маленький броненосец У меня никогда не было маленького броненосца Всегда хотел Маленького броненосца Это очень забавно Маленький броненосец У него есть броненосца-домик маленький И какая-то его шишка Которая может быть воткнута ему в голову, наверное Я так себе представляю это Как на самом деле я не представляю Куда это нужно втыкать Есть две дырочки Можно воткнуть ему либо в пол Ой, извините за выражение Либо в голову Больше броненосцу никуда воткнуть эту шишку нельзя Можно попытаться дать ему в лапы, но... А, да, извините Наверное, все-таки в лапы А, нет Наверное, вот сюда нужно было воткнуть эту шишку И заставлять вот так вот смотреть бедного броненосца на нее Это забавные игрушки Не скажу, что это... Как у меня поворачивается голова Но не скажу, что прямо сейчас я в восторге Хотя буду смотреть еще на разные серии Вот этих вот ОПС Маленьких этих Животных из зоомагазина Очень забавный, что здесь броненосец Оригинально Оригинально как минимум Продолжается цирк с конями И любимые и ненавистные одновременно всем Пони Из My Little Pony 24 поняшки здесь И опять же Опять же, значит, у меня нет надрывателя И есть у нас наши ножнички Которыми мы будем разрезать это все дело И что, я тут что-то отрезал? Нет, нет Что внутри? Внутри Опять Вот это вот, да, понятно Хазбра любит предупреждать Эффектно Об опасности своих игрушек И у нас здесь есть карточка И у нас здесь На карточке нарисовано Почему их 24? Правильно я же прочитал? 24 Нарисовано Нет, 24 Ну, может быть, на разных карточках Разные группы Идут, может быть, их мини-группами Можно как-то коллекционировать Я скажу так Я не фанат My Little Pony Мультик показался мне милым Не более того Не каким-то шедевром И так далее Есть ряд других мультиков Которые мне нравятся в тысячу раз больше Но, в общем, я не знаю Что это за персонаж Баттенбель И мне казалось, что это какой-то другой персонаж В общем, давайте посмотрим Что в реальности у нас В пакетике Ну, в пакетике, да У нас то, что нарисовано на карточке На карточке нарисована вот эта вот лошадка И в пакетике у нас вот эта вот лошадка Это Баттенбель Какая-то с зачесом Любители пони My Little Pony Скажите мне, кто это? Мне кажется, это не Баттенбель Вообще, что это за персонаж? Как-то по-другому она же, по-моему, ее зовут И вот этот вот Был ли у нее в мультике Вот этот выбритый висок В общем, такая вот Забавная кучеряшка Поняшка Ну, для любителей My Little Pony вообще идеально Здесь уже и мальчики, и девочки Но мы девочкам, чисто девочкам Давайте так Пони для девочек Ладно, нет Пони для всех Кому нравятся пони Хорошо Хорошо, как скажете Ну, а теперь то, что Безоговорочно девчачья Это Ля-ля-люпсики Ля-ля-люпсики Давайте нормально Ла-ла-люпсики Это то, что меня пугает Немножко Вы знаете, это такие куклы Забавные, как бы, шитые И у них вместо глаз Пуговицы Так раньше делали куклы Потому что не было глаз Где купить И пришивали Давно-давно В общем, дома Когда мамы или дочки Делали куклу Пришивали вместо глаз Пуговицы И здесь они, как бы, сделали Такую фишку Что вот в этих куклах Которые стоят дорого-дорого Не будет глаз Будут пуговицы И это будет круто И действительно Популярность это какую-то имеет И обычно эти все Ла-ла-люпсики Большие куклы Либо такие средние наборы А тут вот такой маленький пакетик В общем, если девочке нравится Ла-люпсики То можно вот такой Небольшой сувенирчик подарить Ой, как-то я все сразу вытащил Ну да ладно Давайте сейчас Ой, спрячу И посмотрим на них Да Действительно Они выглядят, знаете, как Ой, тут еще наклеечка какая-то есть Синяя Синяя кукла Вот И они выглядят Выглядят немножко пугающе Посмотрите Каролину в стране кошмаров Все смотрели Помнят Если кто-то не смотрел То посмотрите Классный мультик Немножко такой Жутковатый Но все равно отличный И там как раз Вот был параллельный мир С этими пуговичными глазами Были люди Они немножко пугали Ну как немножко Множко даже пугали А тут Такие штуки И это Вот она Синяя Ла-ла-лупсина Что это такое Как это сейчас И тут надо пакетик открывать Вскрывать Вот Вот как это так Это какая-то синяя Ла-ла-лупсина Что она делает Ничего не делает Просто головой вертит Итак У нас вот такая Синяя куколка Это стикер Который мы можем наклеить Для того чтобы Понимательно коллекционировали Сколько мы набрали Таких куколок И вот такая штука Не знаю По мне это Какая-то страшная штука Не знаю Не знаю Почему это нравится Но наверное Что-то в этом есть Вы знаете Парни говорят А эти девчачьи игрушки У нас есть Наши крутые Трэш-монстрики И у девчонки У вас такого никогда не будет Но Нет Оказалось что и у девчонок Есть свои Трэш-монстрики И они называются Шопкинс Нет Не путайте Первая буква не Ж А Ш Шопкинс Это самая первая серия Мне кажется Эта история сейчас Только набирает Набирает обороты Там уже есть Различные тележки Какие-то автоматы Продуктовые В общем это Если Трэш-монстрики Это всякие Спорченные И просроченные И прогнившие штуки То Шопкинс Это Как бы Как бы Предыстория Трэш-монстриков Я так понимаю Пока они были свежие И потом они стали Трэш-монстриками Всякими протухшими Это тоже я запланировал Сделать отдельный обзор Давайте посмотрим Что конкретно В этом пакетике И В этом конкретном пакетике И в этом конкретном пакетике Очень прикольно Сейчас я так вот и сделаю О-хо-хо В этом конкретном пакетике У нас Здесь Ого Как чек Из магазина Как бы они сделали Забавно Из какой-нибудь Такого супермаркета Крутого Здесь у нас Все 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 Различные Ох Как их много Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот это Вот это можно подсесть Конкретно Да На это Дело В общем, здесь у нас вот такой вот вкладыш, и здесь резиновая как бы сумка, в магазин пойти, а в сумке у нас чубрик, что за чубрик, сейчас мы вскроем, и у нас вот здесь вот такой смешной шопкинс, он, такие ботиночки с глазками, что-то у него стекает, вытекает, тут видна ложка классная, в общем, резиновые такие штучки, можно карандаш куда-то тоже, но лучше вот либо в корзинку его посадить, либо как-то на полочку поставить, смешно, и я тут очень долго его искал, в конце концов, нашел в отделе бокалея, и это альфа суп, альфа суп, или альфа соус, я не знаю, что это такое, в кого есть шопкинсы, они собирают, эти штуки можете мне подсказать, я буду только рад, и вот сегодня такой вот набор, в общем, если вам нужны подарки для девочек, 100-200 рублей, миленько, прикольненько, пакетик, сюрпризик, что внутри, никто не знает, она посмотрит, либо обрадуется, либо, ну нет, я думаю, что в любом случае, это приятная штучка, какие-то кладыши и так далее, необычно и миленько, вот такие пироги, так что можете девушкам, девочкам и женщинам, взрослым и бабушкам дарить, ну бабушке, я думаю, немножко подумают, что вы ку-ку, но все же можете подарить такое и бабушке, ну и напоследок, небольшой анонсик и как бы информация для вас, еще я в детском мире кое-что прикупил, на что хочу сделать обзор, там сейчас скидка, это как раз девчачий тоже такой вот продукт, кое-что из этого, то есть из этой серии, с хорошей скидкой, сейчас там это продается, заходите в инстаграм, посмотрите, я выложу фотку там, что это такое и напишу, где это достать и сколько это стоит, а потом будет обзор, на этом все, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рассказывайте друзьям и удачи, и не смотрите сумерки, пожалуйста, не смотрите сумерки.